И снова здравствуйте! Не так давно ко мне пришел очередной заказ с сайта iHerb И я заказала довольно большое количество продуктов Некоторые заказала уже повторно И обязательно в этом видео я кратенько о них обязательно что-нибудь скажу Это для тех, кто смотрит видео в первый раз Как говорится, для удобства использования Чтобы не приходилось возвращаться на какие-то старые видео То есть я не буду оставлять ссылочки Я обязательно кратенько о них расскажу И прошу прощения за мой голос Я, к сожалению, немножечко приболела Итак, начнем Начну я с пищевых продуктов Это вот такая органическая цельная овсянка от фирмы Now До этого я заказывала от фирмы Bobs Red Mill Надо сказать, они одинаковые абсолютно Единственное, что здесь соотношение цены и объема мне понравилось немножечко больше, чем у Bobs Red Mill А так просто они одинаковые Также USD Organic, то есть полностью натуральный продукт И что хочу отметить Органическая цельная овсянка значительно отличается по вкусу от тех овсяных хлопьев, которые мы привыкли кушать С вами продают у нас в супермаркетах, которые, в принципе, быстро варятся Сейчас можно там за пару минут буквально сварить Ой, это такой пикантный, прям нежный вкус кашки Просто я не любитель вообще каши Но это мне понравилось Идеально ее готовить в мультиварке, конечно Но за неимением таковой можно, конечно, готовить и на печке Единственное, что это немножко дольше у вас времени займет, чем приготовление обычной овсянки Вот так выглядит эта овсянка Вся чистенькая, такая ароматная Я обычно с вечера замачиваю необходимое количество овсянки в холодной воде А на утро уже готовлю За это время она и помылась, и потом лучше готовится Поэтому это хороший продукт, и я могу его рекомендовать Не обязательно этой марки То есть выберите для себя наиболее удобный объем, цену То есть какие-то свои критерии Но я вот остановилась на этой Пока что довольна И второе, что я вам покажу, это арахисовая паста Конечно, я снова и снова возвращаюсь к ней Она очень вкусная Я на этот раз заказала оригинальную арахисовую пасту Без всяких добавлений белого шоколада Она тоже вкусная с белым шоколадом Но мне понравилась менее, так как очень уж приторная Она и это имеет такой солоноватый сладкий вкус Прекрасный аромат арахиса Но в своем составе она, помимо всего, имеет пальмовое масло Для кого это важно, то, пожалуйста, учтите это Мне в ней все нравится И консистенция, и вкус, и запах, и цвет Ем ее в прикуску к чаю Заменяет мне фактически десерт Она очень сытная Заказала вот такие капли для выпечки Они премиум класса Здесь 340 грамм По вкусу это полу горький шоколад Как заявлено, и в принципе, во вкусу они такие и есть Но, в общем-то, капли вызвали особый восторг Что самое главное, что мне понравилось При температуре 40 градусов за окном А у нас сейчас именно такая жара была, когда я получала посылку Капельки все были, однако, одной Ну, как сказать, не такие, как с холодильника достанешь Но они не были подтаявшими То есть, чтобы они слиплись Как-то в кашу превратились Ничего подобного не было Выглядят они точно, как на упаковке Во время выпечки они тоже меня порадовали Так как сохранили свою форму капли При температуре в духовке где-то 210 градусов В течение 40-50 минут При этом хочу подчеркнуть, что во время выпечки Они сохранили свою форму капли А внутри оставались при этом жидкими То есть, они растекались Супер продукт Делала с ним кексы и осталась очень довольна Могу рекомендовать смело Также заказала вот такие железные червячки Здесь в упаковочке не пришли такой картонный Было 12 таких пакетиков Сейчас, конечно же, уже меньше Они по 71 грамму каждый Они с витамином С Имеют органический состав Такие желейные По консистенции это такие жующиеся Тянущиеся Что мне очень нравится Выглядит, как обычные червячки Только съедобные Конечно, они мне понравились Правда, дороговато стоят Это, наверное, единственный минус у них Но иногда так хочется И просто хотелось попробовать Сейчас в видео я покажу Несколько продуктов Которые я заказала, конечно же Но отдала Смотрит, заказала вот такой контейнер Как видите, он небольшой Хотя размер и указан, как большой Крышка контейнера удобно откручивается Что мне понравилось И, в принципе, удобно закручивается Как заявлено, он не содержит консервантов В своем составе Идеально подходит для использования в пищевых целях Как видите, диаметр сверху 12, ну, порядка 12 сантиметров И в сравнении со спичечным коробком Можете наглядно рассмотреть размер В общем, классный Полезный, веселенький контейнер Абсолютно не сточает никаких неприятных запахов Как у нас подобного рода контейнеры Так что можно смело покупать Классная посудка Заказала оргнайзер для таблеток Он большой Как видите, он такого нежно-фиолетового оттенка На 7 дней недели рассчитан Все названия выбиты на поверхности И имеют точки 1, 2, 3 Что рассчитано на плохо видящих людей Ну, или вообще, кто не видит совершенно То есть, они выпуклые И можно чуть не прочувствовать То есть, утро, обед и вечер Как прием вы будете осуществлять И размер, как видите, относительно моих рук И сейчас приложу линеечку Для большей наглядности Вот такого размера Что очень удобно Если вы езжаете на день-два Вам не нужно брать весь оргнайзер Так как емкости у него съемные Я решила поместить пару капсул Чтобы можно было видеть размер каждой ячейки Человеку, которому достался Вот этот оргнайзер У него в каждую клеточку Вот в эту помещается 8 таблеток Причем есть и большие таблетки Так что можете покупать Это удобная и стоящая вещь Этот оргнайзер я заказала по акции И тоже отдала его Он только на утро и вечер Конечно емкости в нем значительно больше Чем у предыдущего Вот мы сейчас их увидим в сравнении Можно увидеть наглядно Соотношение высоты и ширины примерно Высота у этого оргнайзера Где-то 3,5 сантиметра А ширина порядка 18 И что понравилось Что он может разбираться То есть если вдруг вы пьете один раз в день То можно разобрать Второй половинкой поделиться с кем-то То есть я до конца вот так не стала отделять Вы видите, да, собственно Что он разъединяется Все удобно вот так открывается И сейчас я помещу пару кассу Чтобы можно было видеть размер каждой ячейки То есть вот ячейки крупные Сюда влезет очень много таблеток Но я, конечно, не желаю вам пить много таблеток Но все же Также заказала пробник чая Из трех наименований Это черный с бергамотом И черный с лимоном И многим известный И мне очень полюбившийся зеленый чай с манго С бергамотом такой легкий чаек Я не любитель хотя чая с бергамотом Так как он всегда так сильно пахнет Но этот чай натуральный Не содержит никакого убийственного вкуса И аромата бергамота То есть все в нем в меру Это за это ему плюс Что касается лимона Вот он такой обычный лимонный чаек Тоже легкий чаек Без каких-то термоядерных привкусов лимона Ну и конечно моим фаворитом остается зеленый чай С ароматом манго И вкусом манго Наверное, немножечко тоже присутствует В общем-то, я любитель этого чая Также заказала вот такой комплекс витаминов и минералов Здесь 30 таблеток То есть принимать нужно по одной таблеточке в день То есть в месячный курс Но я никак не ожидала, что таблетки будут в такой огромной форме Такие прессованные капсулы Мне их трудно глотать Конечно, по сравнению с обычными капсулами Они глотаются значительно хуже Но запах их просто очень сильный Пахнет сильно витаминами Ну так как там концентрировано что ли очень Я перестала пить, а да, их пьют мои родственники Но у них все в порядке С проглатыванием этих капсул Собственно и приемом тоже Ну а мне по-прежнему в принципе воротит от этого запаха Не знаю, наверное это индивидуально Также я заказала вот такое молочко Для снятия макияжа от фирмы Andalou Naturals Здесь по-моему 178 мл Это молочко для нормальной смешанной кожи И начну с упаковки Радует дизайн, удобный дозатор Выдавливает столько, сколько нужно Консистенция такая воздушного, но густого крема-молочка Запаха практически не имеет Если и есть, то еле-еле уловимый какой-то такой нейтральный аромат Очень великолепный состав Он прописан здесь на упаковочке И алоэ, и масло жажаба, и фруктовые комплексы И гинкобелова, гиалуроновая кислота Отлично справляется с удалением макияжа И что могу сказать, я обычно удаляю только макияж с области глаз Но я попробовала удалять и со всего лица Он хорошо удаляет и подводку, и тушь, и тональную основу Но могу сказать, что если он попадет в глаза, то конечно будет щипать Но так в принципе будет с любыми средствами И аллергии он у меня не вызвал Так что осталась очень довольна этим продуктом Ну и также заказала уже во второй раз Вот такой вот шампунь от фирмы Джованни Он экологический, здесь 250 миллилитров Придает объем волосам Имеет такой приятный фруктовый аромат Он не остается после нанесения на волосы То есть не источает такого безумного запаха Что мне тоже нравится Я пользуюсь и шампунем этой марки И кондиционером этой марки И реконструктором этой марки И собственно вместе они очень прекрасно работают Шампунь такой негустой Как видите, хорошо пенится И промывает волосы Объем волос будет гарантирован Ну и также в этой посылочке мне пришел кондиционер Этой же марки, о котором я только что говорила Он также экологический Он также имеет приятный фруктовый аромат Консистенция у него густая Нужно совсем немного средства Так что расход будет экономный Волосы при расчесывании не путаются Но опять-таки я еще пользуюсь реконструктором для волос Но и во время мытья Просто когда смываешь Они уже такие гладкие становятся Что мне очень нравится И конечно же придает объем В общем пользуюсь, не на радость Заказала вот такой гель для душа От фирмы Giovanni С приятным, просто восхитительным ароматом Свежего огурца Здесь 310 мл Интересный такой дизайн Когда открываешь, пахнет не то арбузом Не то свежей скошенной травой А я очень люблю эти ароматы Но во время купания Пахнет именно вот огурчиком Он такой средней консистенции И не густой, и не жидкий Образует небольшую пену во время купания В общем этот продукт меня также порадовала Также заказала вот такой набор из 5 средств Это стартовый набор из 5 средств С минимальным объемом Для того, чтобы вы могли определиться Подходит ли вам эта серия или нет Это серия очищения для проблемной жирной кожи Либо комбинированной Какая у меня и есть Здесь 5 средств Гель для умывания Фолярный пилинг Тоник для минимизации пор Дневной крем И ночной крем И конечно же я немножечко расскажу Поподробнее о каждом из этих средств Первое, что я вам расскажу Это вот такой гель для умывания Здесь 24 мл Как написано Его нужно использовать утром и вечером Наносить на влажную кожу Легкими массирующими движениями И потом смыть водой Консистенция у него не густая Но и не жидкая Как можете видеть Мне понравилось использовать вместе с губкой Которую я также приобрела на iHerb Этот гель приятно пахнет цитрусовыми Хорошо пенится во время умывания При этом хорошо очищает кожу лица Но после умывания нет ни стянутости, ни сухости кожи Только такая вот легкость кожи И то, что она дышит Мне понравился этот гель в этом плане В общем-то состав всех продуктов просто великолепный Содержит травяные, фруктовый комплекс, витамины То есть очень полезно для кожи Следующее в линейке идет Это эксфолярный пилинг Здесь указано, что здесь 15 мл Наносить нужно на очищенную сухую кожу Избегая области вокруг губ и глаз На 10 минут наставить И после чего смыть прохладной водой Использовать 1-3 раза в неделю Ну по необходимости Я конечно же им воспользовалась Он имеет такой тоже, вся линейка в принципе имеет Кроме тоника такой цитрусовый аромат Консистенция геля Как только наношу на кожу Создается эффект пленочки Пахнет немножечко паленой кожей После применения кожа такая чистая Очищенная, как будто после применения скраба Не иначе, если быть точным Конечно действие мне понравилось Все как оно очищает Все снимает этот рогревший слои кожи Но он у меня вызвал высыпание Причем довольно таки сильный Я сделала вывод, что оно мне не подошло И собственно больше я им не пользовалась Поэтому тут наверное стоит пробовать каждому Наверное все индивидуально Следующая в серии после того, как вы воспользовались пилингом Это тоник для минимизации пор То есть для того, чтобы они сузились И подготовить кожу Как сбалансировать PH кожи Подготовить ее к нанесению непосредственно кремов Улажнению Здесь 30 мл Но в принципе конечно объем небольшой Но для того, чтобы понять Подходит вам это средство или нет Нравится или нет Этого вполне достаточно И не начну с аромата Просто великолепно Обалденно Пахнет мятой Прежде всего мятой Также чувствуются немножечко нотки алоэ И может быть даже цитрус После его использования кожа идеально гладкая Чистый и что самое главное увлажненный Так как в составе есть салициловая кислота Которая нормализует работу сальных желез И обладает при этом противовоспалительным эффектом Гемомелия сужает расширенные поры Если они у вас такие имеются А алоэ и пантенол увлажняют уже кожу Поэтому после применения этого тоника Нет стянутости, сухости кожи И еще что мне понравилось В момент применения Такой приятный идет холодок по лицу сначала Но это буквально пару секунд А после чего немножечко такого пощипывания Но оно приятное Не так, что сказать, щипет очень сильно Совсем чуть-чуть Тоже пару секунд И все И потом кожа такая чистая, приятная Радует глаз одним словом В общем этим продуктом к гелям Я осталась очень довольна И конечно же на вопрос закажу ли я большие версии этих продуктов Да, закажу Сфолярный пилинг, конечно нет Следующий продукт, о котором я вам расскажу Это четвертый продукт в этой серии Это дневной крем Так как это серия очищения Для жирной проблемной кожи То соответственно нет никаких мазь Здесь объемчик 12 мл Но могу сказать, что много Расход не очень большой у него И как написано, что нужно наносить днем На очищенную кожу лица и шеи Также имеет легкий аромат цитруса Консистенция у него гелеобразного крема При нанесении на кожу впитывается за считанные секунды И обеспечивает матовый эффект Значит состав, конечно, абсолютно натуральный Но у меня этот крем-гель Я бы даже больше сказала Вызвал также высыпания небольшие Хотя я его наносила и под макияж Использовала Да, макияж не течет Прекрасно Мне понравилось действие Но после, конечно, я заметила То, что появляются высыпания Я перестала им пользоваться Но он хороший В принципе, для такой кожи он подойдет И мне очень жаль, конечно Что мне какой-то из компонентов Вызывает вот такие высыпания К сожалению, я расстроена Но это факт И следующий кремушек в этой серии Это ночной крем Он также 12 мл здесь Наносить его нужно на ночь Также на очищенную кожу лица и шеи Он уже немножко попитательнее, чем дневной крем По текстуре такой гелеобразный крем При нанесении на кожу впитывается довольно быстро В общем, довольно хорошо увлажняет кожу Но опять не подошел К сожалению, вызывает какие-то высыпания И дневной и ночной крем Когда наносишь, нету чувства, что хочется его смыть То есть они не забивают поры Вот это мне понравилось Но просто не подошли Что тут сделаешь И чуть не забыла рассказать О том, что заказала от фирмы Эльф два продукта Первый это вот такой праймер Основу под тени Как заявлено, она не содержит парабенов Консервантов Химических каких-то средств У нее такой совсем нейтральный запах Еле пахнет чем-то кисленьким Таким, не знаю Консистенцию у нее можете наблюдать Такая как слегка легкая Легкая совсем текстура крема И тон такой слегка бежевый При растушевке он такой дает как мерцающий эффект И что самое главное, не скатывается в складочках века И очень хорошо держится на нем тени Как вы видите, я сейчас наношу тени И они очень красиво смотрятся То есть вот этот продукт за эти деньги Это реально круто Второй продукт от фирмы Эльф, которая заказала Это консилер Он в оттенке сенс песочный Что очень плохо На коробочке цвет написан На тюбике нет То есть остается потом, когда коробочку выкидаешь Только помнить И уповать на свою память Чтобы помнить этот оттенок И заказать его вновь Если понравится продукт, конечно Здесь, как заявлено, нет масел Но в том, как он тонирует Круги под глазами скрывает на троечку Так как тон не совсем подошел Какие-то покраснения он вообще выделяет Естественно, на фоне моей кожи Он смотрится темнее И тут я прогадала, конечно, с оттенком Ну, я не расстраиваюсь Так как он не очень дорого стоит И круги можно хотя бы под глазами подмазывать Но так, конечно, я более довольна Своим консилером от фирмы Maybelline Что касается этого крема То вы можете видеть его оттенок У меня на коже Может кого-то заинтересует Поэтому на всякий случай Я показываю, как он выглядит В общем, вот такой консилер Решать вам, брать или не брать Ну, а по мне, так он на тройку Ну и все На этом моя посылка себя исчерпала Если вас заинтересовали Какие-то из заказанных мной продуктов Я оставлю обязательно для вас ссылочки Под видео на них Если вы первый раз на сайте Не знаете, как сделать заказ в первый раз Но вам очень хочется То вы можете также пройти по ссылочке Я оставлю ниже под видео На мою страничку в ЖЖЖ Журнале Где есть подробная пошаговая регистрация И как сделать заказ в первый раз Ну и все Всем удачных покупок Пока-пока